Пьяный что-то? А что с ним, серьезно? Да вроде как, живой, шевелится. Увезли на скорой. Первый день февраля, в поздних снежных вечерних сумерках на северной окраине Екатеринбурга, на Эльмаше, под колеса грязной серой иномарки попал мужчина. Он переходил дорогу на регулируемом перекрестке Шевская фрезеровщиков, но на красной. Не, не бежал. Он очень так уверенно шел длинными шагами. Вот, что-то посмотрел на меня и дальше пошел еще быстрее, прямо под капотом. По свидетельству очевидцев, сбитый человек долго пролежал на асфальте, не шевелясь, пока не подъехала карета скорой. Как позже уточнили в комментариях в ГИБДД, 35-летний мужчина, сбитый Рено Логаном, был госпитализирован в 36-ю больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По информации ГАИ, 21-летний водитель иномарки двигался по фрезеровщиков со стороны старых большевиков. Перекресток он проезжал на разрешающий сигнал светофора. Пешеход же наоборот, шел на красный, справа налево, по ходу движения автомобиля, сбившего его. Один-полтора ряда примерно пошел, да, и еще газу дал. Я его увидел, начал оттормаживаться, пикнул ему, да. На уточняющий вопрос ночных репортеров, насколько пешеход был пьян водитель Рено, уверенно заявил, что, дескать, он был совершенно вдрободан. Насколько прав молодой иномарочник, покажет время и анализ. Пока же можно однозначно констатировать, что пешеход очень сильно пострадал головой. На это недвусмысленно указывает огромная паутина, оставшаяся на лобовом стекле иномарки. На следующий день в 11-м часу утра на Уралмаше на улице Бакинских комиссаров 15-летний парнишка бежал на красный к трамвайной остановке и попал под колеса Лады Гранты. Юноша признался, что спешил на трамвай, чтобы успеть на учебу на подготовительные курсы в Урфу. Побегушки за знаниями закончились печально. С переломом левой руки и ушибленной грудью подросток в больницу попал. Как уточнили в ГИБДД, у 52-летнего водителя Гранты водительский стаж 12 лет.